Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Вин Вин Зум номер 383. Тема сегодня йога для здоровой спины. Йога в гамаках. Спикер Альбина Галимулина, vk.com, albafit. Альбина, добрый день. Здравствуйте. Альбина, ну, только что вы стали дипломированным специалистом по адаптивной физкультуре и даже защитили работу по теме нашего сегодняшнего подкаста. Методические аспекты проведения занятий йогой в гамаках для улучшения функционального состояния опорно-двигательного аппарата. То есть, получается, это совершенно новая научная дисциплина, раз можно по ней научные работы писать. Ну, на самом деле, у нас в университете нету прям направления йоги в гамаках. Это направление, которое называется адаптивная физическая культура. И туда уже входят различные направления типа ЛФК, кинезиофитнес, реабилитации и так далее. И так как я занимаюсь йогой и ближе к этому направлению, то мне разрешили защитить работу по йоге в гамаках пациентам на опорно-двигательный аппарат, в том числе здоровая спина. То есть, в этом есть научный потенциал тоже, да? То есть, что-то новое развивается, исследуются ли данные такие, да, которые наука исследует? Ну, на самом деле, у нас в России, я так поняла, это не очень не развитая тема в плане официального исследования. Вот, поэтому как раз-таки мой научный руководитель сказал то, что это будет очень интересно, и многие не знают, что это такое. Даже на защите диплома большинство вообще не знали, что есть такое направление и как оно выглядит, чем оно занимается. А йога в гамаках как, ну, такое коммерческие, что ли, направление, оно в Перми развивается? Ну, вот сегодня у меня первые гости, то есть, видимо, тоже довольно редкое, да? Нет, в Перми оно сейчас очень развито. Когда я начинала в 2015 году, было у нас буквально 2-3 студии, которые занимались гамаками в Перми, а сейчас их очень много. Вообще, в России йога в гамаках вроде бы там где-то с 2011 года, то есть, она не так давно у нас пришла в Россию. Ну, вот, моему циклу уже 3 года йога была разная, йога смеха, там, детская йога и так далее. И были отдельные эфиры по спине, что тема актуальная, не то что полезная, она необходимая, да, для, в том числе для самозанятых, которые много перед компьютером работают, или для офисных работников тоже. Вот, и давайте соединим вместе йогу в гамаках и на здоровую спину, тем более, что одно вытекает из другого, получается. Расскажите, как это все взаимосвязано. Ну, вообще, йога с концентром на здоровую спину, ее можно делать на коврике, но гамак у нас является вспомогательным элементом, и его плюс в том, что мы можем висеть вниз головой, висеть вверх головой и вытягивать позвоночник. То есть на коврике так мы не можем сделать, и плюс в этом в том, что в течение дня, пока мы ходим, пока мы там какой-то груз, на рюкзаки таскаем, сумки, у нас уменьшается расстояние между позвонками, идет как бы такое вот, у кого-то там грыжи, протруси, да, возникают, у кого-то просто уменьшается расстояние между позвонками, и во время перевернутых поз, вытяжения позвоночника, идет декомпенсация позвоночника, и как раз-таки расстояние между позвонками увеличивается, улучшается питание, и даже у кого-то увеличивается рост на пару сантиметров. Вот, это главный плюс гамаков, в отличие от коврика. И также мы можем гамак использовать как дополнительный опор. Например, если человек не может делать наклон, у него идет перенапряжение в позвоночнике, то мы держимся за гамак, и в таком случае уменьшается нагрузка, которая, ну, пагубно может сказать, на позвоночнике, да, какую-то дополнительную травму придать, с одной стороны, да. Да, с другой стороны, мы, наоборот, можем усложнить упражнение с гамаком, потому что гамак является неустойчивой опорой, и поэтому включаются внутренние мышцы, стабилизаторы, которые как бы фиксируют тело, и как раз-таки боль в спине возникает из-за того, что у нас плохо развиты внутренние мышцы, стабилизаторы. И вот за счет вот этого нестабильности мы их включаем, укрепляем эти мышцы, которые держат позвоночник, достаточно много, и таким образом улучшается состояние спины. Вот я как раз на днях думал, что даже за ночь у меня почему-то спина не отдыхает, то есть в горизонтальном положении, да. А вот вертикальное положение, точка вверх ногами, оно вот эти позвонки, получается, что оно их вытягивает или, наоборот, сужает? Как бы вытягивает, 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 да. Да. Но вообще мы еще иногда используем МФР в гамаках, то есть для того, чтобы расслабить мышцы, которые перенапряжены. Это как раз-таки мышцы выпрямляющие позвоночник, которые вдоль позвонков, между лопатками. А МФР это что? Мышцы трапеции. МФР, то есть это прокатка на вот таких вот мячиках. Мы тоже с использованием гамака. А как это расшифровывается? МФР называется миофасциальный релиз. То есть каждая мышца у нас внутри такой фасция. Если кто-то видел курицу, готовил, да, вокруг курицы есть такие белые волокна. Это как раз фасция. У нас в теле такие же, вокруг каждая мышца, они как бы в такой мешочке мышцы. Когда мышцы перенапрягаются, эти фасции тоже у нас как бы сокращаются, ухудшается питание. И нет вот такого вот, то есть это должна быть достаточно подвижная. И за счет этого питание, смазка. А когда все там перенапряжено, идет триггер, триггерные точки образуются, ухудшается питание. И, соответственно, боль и так далее, последствия могут быть. И за счет вот прокатки мы, ну, я так покажу, мы как раз-таки снимаем эти триггеры, улучшаем питание ближайших тканей. И эти фасции как бы расслабляются. Вообще бывает, когда операцию делать и так далее, то фасции тоже нарушаются. В этом месте образуется шов. И как бы она тоже не эластичная ткань. Ну, там, где шов, и тоже как бы нужно работать. Ну, вот для аудиоверсии мы объясняем, что вы покатали этим шариком. Он такой, размером с какой шарик? Да. Теннис крупнее? Крупнее? Они бывают разные. Вот этот где-то 8-10 сантиметров диаметра. Бывают они больше, они бывают там такие, колючие бывают, бывают двойные как раз-таки для позвоночника. Их можно, например, сесть, да, на кресло и между спиной и креслом их так катать, получается? Ну, по-разному. Можно к стене, к стене встать. А я чаще использую лежа. То есть мы ложимся на спину и ставим его мячик под спину и прокатываем. Ну, там разные тоже есть техники, как кататься на этих штуках. А если их дома нет, то какой предмет бытовой может их заменить из домашнего? Ну, вот может быть теннисный мячик. Теннисный мячик, если есть. Ну, то есть его, в принципе, можно приобрести, мне кажется, легче. А яблоки, апельсины. Я что-то, знаете, использовала что-то твердое, типа плотная ваза была, потому что есть еще роллы для МФР. И у меня вот такая была большая ваза, когда я была у родителей, у них не было роллов, а мне нужно было обучение. А вот эта вот, не знаю, скалка, например, она тоже круглая. Скалка, она маленькая будет. Потому что ролл, он вот так выглядит. Он прям... Ну, то есть он может быть короче, но толщина у него вот приличная. И еще для видеоверсии, показывайте, для аудио объясняем, да. Как выглядит гамак для йоги? Как выглядит гамак? Он покупной, да, или самому можно сделать? Он покупной, но, в принципе, можно сделать самому. Они бывают разные. Вот этот гамак, версия с ручками. То есть идет крепление с ручками. У вас крючок на потолке дома подвешен, да? Да, крючок на потолке. И тут идет три ручки. Верхняя, средняя ручка и нижняя ручка. И сам гамак. Такие гамаки, они не тянутся. То есть они плотные достаточно. Материал бывает разный. Бывает хлопок. Вот здесь... Это похож на какой-то твердый покрывал. Оно довольно крепкое, да? Не растягивающееся. Но мягкое. В смысле, оно не растягивающееся. Бывает из плащовки делают. Оно не тянется, да. То есть бывает из плащовки делают. Бывает такое ближе к... Обивки дивана, что-то такое хлопковое. Плотное должно быть. Вот. А в среднем размер, вот длина такого гамака метр шестьдесят. То есть вот, когда я его расправила. То есть длина человека... Вот это ширина, высота как бы где-то три-четыре, наверное, метра. Ну, по-разному. Швина полтора, длина три-четыре метра. Вот. И... Это, смотрите, такой вариант. А бывает вариант гамака, который тянется. Он идет без ручек, но он тогда идет шире. И он уже тянется, он больше используется для акробатики. Вот. Я подумал, а если не покупать дома в дверном, например, проеме, можно как-то покрывало так же подвесить, да? Мне кажется, лучше не рисковать. Ты упадешь, да. Вот. Или прийти к вам на тренировку. У вас там вы арендуете йога-центр, да, там помещение. Там у вас тоже все висят эти гамаки, получается, да? Да. Можно в группе, можно, например, если вы там индивидуально хотите, или своей группой, знакомыми, коллегами. То есть как бы как корпоративное занятие. Такое тоже провожу. И еще, ведь вы прямо проводите мастер-классы для тренеров, которые хотят йоги. Йогой они владеют, хотят освоить вот эту специализацию, да, йога в гамаках. В чем там для них новость, трудность? Они асанами там, асанами все владеют, но есть какие-то, видимо, специальные асаны в йоге, в гамаках, которые, может, покажете сейчас. Да, я обучаю тренеров. Желательно, чтобы тренеры уже что-то проводили. И можно обучать уже работе с гамаком. Сейчас покажите и прямо опишите для аудиоверсии, что у нас происходит. Типичные самые асаны, то есть позы, да, которые самые полезные для спины. Ну, например, тадасана. Мы встаем, ноги у нас под отвесом гамака. Там, где крепится гамак к потолку, называется отвес гамака. Руки вводим за гамак. Гамак у нас, получается, за спиной на уровне с лопатками. И мы уходим назад. Это называется у нас тадасана. То есть мы находимся в диагональ. Гамак у нас под лопатками. И руки за гамаком. Похоже на качелю, кстати. Да, но при этом у нас ноги все равно, они фиксируются на полу. И руки мы вводим за гамак и начинаем раскрывать грудной отдел. То есть локти тянут в стороны и назад. И такой прогиб. Получается, мы вытягиваемся по передней стороне туловища, живот, ребра. У нас вытягивается, раскрывается грудная клетка. И такое вот приятное явление. Это одно из базовых упражнений. И как раз вот эти позвонки, да, не позвонки, как вы назвали эти, мясо-то внутри этих мускулов на спине, как оно называется? Фасцы. Это из латинского, по-моему, да, как раз? Это я не знаю. Потому что пучок, а слово фашизм, это же из латинского, вот эти фасцы, тоже корень этот, да, это как раз означает пучок. Вот. Так, и еще какое-нибудь покажите упражнение. Вверх ногами там. Да, то есть вы видите. Вы специально одели сейчас, что можно кверх ногами вам повисеть. Да, сейчас. Это тоже доступно для начинающих? Да. Не совсем. То есть есть противопоказания, но в принципе доступно. Я буду, получается, к вам спиной. Угу. Вот, вниз головой. То есть вы ногами зацепились прямо за эти. Да, ногами цепляемся. То есть это один из вариантов. И спина вообще, она как бы в свободном полете висит, да, в этом смысле. Да, то есть мы цепляемся на тазовой кости, там, на уровне крестца, а все остальное, то, что выше, у нас уже в свободном полете витягивается. Но в невесомости оказывается, и позвонки между собой начинают растягиваться, довисеть. Да. Вот. То есть это вариант, например, перевернки. Теперь можете снова сесть, потому что еще ведь интересно, я у каждой самозанятый, как вы, спрашиваю, какие же секреты продвижения себя? А есть другие, кто занимается йогой в гамаках? А как вы находите новых клиентов? Где интересные способы? Какие у вас работают лучше? Ну, на самом деле, я разные использовала способы. Например, таргетированная реклама раньше ВКонтакте использовала, сейчас уже давно не делаю. Потом группу ВКонтакте, типа афиша Перм, такие вот, там, оформляла посты. Афиша Перм, там, десятки тысяч подписчиков, и можно делать платные объявления, да, для самозанятых. Да, платные объявления. Они, в принципе, работают, да? Они работают, да. Очень хорошо. И это не так дорого, да? Сколько там стоит? 500 рублей, 1000 рублей стоит пост один? Ну, там разная группа, разная стоимость. От, наверное, 300 рублей до 500. Ну, и сколько у вас клиентов бывает, скажем, новых, которые пробуются в неделю, в месяц, что удачно, чтобы вам группы набирать, мини-группы, или как это работает у вас? Ой, не могу сказать. У меня еще есть, вот я состою там в жилом комплексе, группа Вайбер, я туда пишу посты. Вот сегодня, например, у меня пришла женщина по этому посту, видела и записала. Из вашего дома прямо, да, комплекса рядом. Да, ну, не из нашего нового, из нашего комплекса, да. Вот. То есть не надо забывать про гиперлокальные чаты, да, в соцсетях типа Вайбера. Я раньше еще расклеивала объявления по подъездам, вот где я арендую эту площадку рядом с этим местом. Что еще делала? В Инстаграме, ну, почему-то Инстаграм у меня не очень работает. Либо через знакомых, вот я хожу, например, там, к косметологу, она тоже рядом со мной, и, как бы, рассказываю, предлагаю, она сториз записывает со мной, и кто-то от нее приходит. То есть от ее сториз. А вот мастер-классы для тренеров по йоге, по йоге-гамакам, есть у вас специальное сообщество, где все йоги собираются, да, в Пермске, из Пермского края или как это? Ну, прямо у меня сообщества такого нету, но я когда обучалась, например, на инструкторов по йоге, у нас есть там чат, с кем мы учились. Потом я ходила в клуб преподавателей йоги, у нас там тоже есть чат, где обучалась, то есть вот такие вот чаты, или там я веду занятия тоже в центрах йоги. Ну вот, у нас время заканчивается, Любина, сформулируйте нашу тему и возвращаемся, как бы, к полезной нашей теме, да. Как йога в гамаках возвращает вам здоровую спину? Актуальный вопрос для всех, тех, кто перед компьютерами сидит весь день. Один, два, три. Йога в гамаках помогает расслабить мышцы позвоночника, мышцы спины, вытягивая, да, расстояние между позвонками у нас увеличивается, снимает напряжение, и также внутреннее ощущение становится более теплопленное. Мы снимаем такое состояние полета и легкости, забываем о повседневных заботах и проблемах, и после занятия становимся более обновленными, потому что у нас есть шавасана, где я использую эфирные масла, и такие эффекты дыхательные, медитативные. После занятия человек становится немного более счастливым и спокойным. И если вдруг кто-то захочет поучиться у вас, то у вас периодически проходят мастер-классы или школы, да, как они называются у вас? Да, будет курс в мае, в конце мая, получается, будет обучающий двудневный курс, если кто хочет быть инструктором по йоге в гамаках, желательно, чтобы этот человек уже был каким-нибудь тренером, проводил какие-то занятия, и также индивидуально я обучаю. Пару человек тоже уже обучила, кто в группе, например, не хочет, не может, или хочет индивидуально. А если просто хотите повисеть, у вас дома гамака нету, приходите к Альбине в соцсети, там увидите, где она пригласит вас на встречу в центре, где вы арендуете помещение Альбина. Ваше любимое выражение, я посмотрел в конце, обычно интересно всегда, вообще-то вы называете это body and mind, да, вот направление вот это, то, чем вы занимаетесь, то есть тело и дух. Вот, и лучше сделать что-то и пожалеть об этом один раз, чем не сделать и жалеть об этом всю жизнь. Это вот не по нашей теме, а почему вам это нравится выражение? Ну, потому что если человек уже что-то в своей голове придумал, что-то решил и эту задачу не реализовывает, то она сидит у него как триггер и отнимает дополнительную энергию, как бы не дает двигаться дальше. Поэтому лучше вот человек что-то решил придумал, лучше делать это, чем потом, чтобы это висело каким-то... Чтобы от этого болела спина, потому что спина-то болит от стресса, да. Ну да. С нами сегодня был помощник, наставник на пути к здоровому духу и телу, как пишет про себя Альбина Галимулина. Наша тема йога для здоровой спины и йога в гамаках в Акадичкаком Альбафит. Альбина, спасибо, удачи вам. Пожалуйста. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова